GGLN представляет собой НАТО-подобную программу, состоящую из представителей большинства стран на Земле. Ее фактическое название было скрыто в целях оперативной безопасности сразу после полетов американских Аполлонов на Луну. Правительство США, состоящее из ученых и политиков, обратилось к каждому государству с геологическими доказательствами о предстоящем циклическом солнечном событии, которое уничтожит нашу цивилизацию и приведет к вымиранию человеческой расы. Они попросили правительства каждого государства внести 1% от своего волового внутреннего продукта в программу сохранения видов, созданную GGLN, колониями и другими звездными системами. Данный шаг был предпринят для обеспечения сохранения человечества. В свою очередь страны участницы должны были держать в секрете свои знания о солнечном событии и передовой космической программе колоний. Через несколько дней после миссии разведывательной делегации на Марсе, Гуд и Гонзалес присутствовали на конференц-связи на борту Майнкрафт между связными альянсом ССП и двумя бывшими лидерами GGLN. Им представили Раймонда, директора по научно-техническому развитию ЕН, директора по колониальной безопасности. Оба были какейжен-европеоидной расы в возрасте около 50-60 лет, одетые в темно-синие комбинезоны без нашивок с военным обозначением. Оба служили GGLN на одном из самых отдаленных колониальных аванпостов, на краю нашей галактики. Энн кратко описала историю GGLN и трудности, с которыми участники столкнулись на различных звездных системах. В процессе создания колоний в соответствии с мандатом сохранения видов за десятилетия развития. Города и население в этих звездных системах неуклонно росли и в точности повторяли земную инфраструктуру. Она объяснила, что ИК предоставила GGLN передовые технологии, которые она развивала дальше. Они были на пороге прорыва, который вывел бы людей на тот же уровень технологического развития. Как и некоторые из наиболее развитых внеземных цивилизаций в нашей галактике, научно-технические группы GGLN сообщали о своих прорывах своим странам через коммуникационную сеть ИК. В какой-то момент один из лидеров ИК познакомил их с новой группой инопланетян, которые должны были помочь в окончательном развитии этих захватывающих новых технологий. Эта новая группа работала непосредственно через членов Галактической Федерации. Они также служили связными во время дипломатических представлений и содействовали сотням цивилизаций в заключении торговых сделок с ИК. Энн заявила, что когда прибыла первая делегация с 28 членами этой Галактической Федерации, жители отдаленной колонии были взволнованы и встретили их большим праздником. В колонии было 18 женщин и 10 мужчин, на вид не старше 35 или 40 лет. Лидеры колонии предоставили им комплекс зданий для жилья и рабочего пространства. GGLN работали с этими членами Галактической Федерации над развитием передовых технологий. Энн сказала, что эта группа Федерации сразу же отговорила GGLN от дальнейшего развития технологий, предложив их цивилизациям давно разработанные технологии. Ученые Федерации начали разрабатывать свои технологии, которые они могли бы использовать в личных целях. Ученые Федерации начали делиться знаниями об использовании искусственного интеллекта, системы подпространственной связи и технологических имплантатов в своих телах, чтобы победить болезни и старение. Их технологии позволили им быть постоянно на связи и работать в виртуальной реальности, где их умы работают вместе. Таким образом, они смогли развивать технологии с невероятной скоростью, делая тысячелетние скачки в технологиях и продвигаясь вперед. Через некоторое время GGLN начала разрабатывать, тестировать и внедрять технологии Федерации. Именно в это время члены Федерации начали развивать физические отношения с мужчинами и женщинами из колонии GGLN. Энн объяснила, что она была соблазнена командиром Федерации, который все больше влиял на принятие ей решений. По мере развития отношений она обнаружила, что принимает несвойственные ей решения. И хотя она понимала, что не может сопротивляться с помощью Федерации, GGLN потребовался целый год, чтобы полностью разработать и испытать нанитов и мозговые имплантаты. Вскоре после этого колония GGLN должна была получить имплантаты, которые было невозможно удалить. И хотя GGLN знала об угрозе Айбога группы Orion, Федерация убедила их, что технология безопасна и что Айбог не сможет получить доступ к управлению разумом. Примерно в то же время Энн узнала, что у командира Федерации были тайные связи с серыми. После нескольких неудачных попыток она проникла в передовую систему безопасности Галактической Федерации, используя один из прототипов чипа, который Федерация предоставила GGLN. В качестве главы службы безопасности, она начала внимательно следить за командиром Федерации и его связью, и от этой информации Энн действительно стало страшно. Она стала свидетелем встречи между командиром Федерации и Высоким Серым, обсуждавшим ход их совместной миссии. Высокий Серый призвал командира ускорить ассимиляцию людей в Империю из-за безопасности того, что развивающиеся человеческие технологии могут негативно повлиять на Империю. Энн была в ужасе, осознав скрытые намерения Федерации и свою роль в том, что приказала большинству сотрудников службы безопасности GGLN принять имплантаты. Она получила имплантат, которому необходимо 90 дней, чтобы соединиться с нейронами и интегрироваться в мыслительные схемы. Энн прошла половину пути через этот процесс, она сказала, что запаниковала и некоторое время находилась в шоке. Она сохранила свидетельство общения руководства и сделала резервную копию всех данных систем GGLN, собранных на членов Федерации с момента их прибытия. Энн попыталась поговорить и показать доказательства сотрудникам службы безопасности и другим руководителям. Но было слишком поздно, они заволновались и отказались смотреть на улики. Доверенная команда охраны, которой она управляла почти два десятилетия, уже попала под влияние группы Ориона и Бога Ай. Единственным человеком, готовым выслушать ее, был Раймонд, инженер, отвечавший за усилия колонии по реинжинирингу технологий Федерации. Он был одним из немногих, кто не принял имплантат, что позволило ему наблюдать изменения в поведении тех, у кого были имплантаты. Энн и Раймонд действовали быстро, чтобы спастись, угнав судно дальнего радиуса действия. Они направились к военному аванпосту ГДУН в другую солнечной системе, где находился двоюродный брат Энн. Когда они прибыли на место, ее двоюродный брат скопировал улики и загрузил их в главный компьютер военной разведки, подключенный к квантово-коррелированным устройствам связи, эти устройства используют квантовую запутанность, делая данные невозможными для перехвата или расшифровки. Энн и ее команда использовали эту информацию, чтобы попытаться разыскать альянс ССП для получения помощи. Они использовали скрытность для передвижения и держались подальше от коммуникационной сети, чтобы избежать обнаружения. Им удалось избежать обнаружения в течение нескольких месяцев, когда военный крейсер ГДУН прибыл в маленькую солнечную систему, где они прятались. Крейсер полетел прямо к луне газового гиганта, где находился альянс ССП. Альянс ССП был на орбите и открыл каналы связи. Команда Ани немедленно начала очищать компьютерные системы и уничтожать вещественные доказательства, так как шансов избежать захвата не было. Энна открыла связь с военным крейсером ГДУН, чтобы выиграть время, и была полностью застигнута врасплох тем, что произошло дальше. Она услышала, как человек представился командиром блуждающей звезды, нового флагмана свободных колоний. Он объяснил, что доказательства Энны и информация, распространенная с помощью ее кузена, попали в военную сеть ГДУН. Как только они увидели доказательства, которые не были скомпрометированы, то мгновенно пришли в ярость. Они потребовали изгнания союзников федерации и вернулись к разработке прорывных технологий ИК. Скомпрометированные колонии отказались, поэтому военные ГДУН связались с ИК и запросили помощь. В свою очередь ИК приказал военным ГДУН отступить и продолжить разработку технологии имплантата, который был готов к массовому развертыванию. ИК приказал военным ГДУН обеспечить соблюдение мандата на имплантацию всех участников. Когда военные ГДУН передали эти приказы лидером колонии 93, они собрались вместе и провозгласили независимость от ИК и всех земных правительств. Военные присягнули на верность новым правительствам этих колоний и были отправлены искать группу N и связаться с Альянсом ССП. Как только остальные услышали о полном крахе программы GGLN они связались с Советом Альянса ССП. Сразу после того как команда поднялась на борт блуждающего корабля старым помогли разработать метод удаления имплантатов без фатальных последствий. В то же время, на борту блуждающей звезды Альянс ССП проинформировал военных GGLN об официальном соглашении со свободными колониями о военных действиях. Группа Орион, Эйя и Дженда и Альянс ССП также сообщил им новости о предстоящем вторжении. К этому моменту военные GGLN уже несколько раз участвовали в перестрелках с кораблями рептилий и темного флота, преследующими другие звездолеты. При этом GGLN не имел предварительных знаний о стражах или существах. Генетически почти идентичны людям, населяющим наше местное звездное скопление. В конце этого брифинга свободной колонии предложили Альянсу ССП свои активы, чтобы помочь освободить их родной мир планету-тюрьму под названием Земля. GGLN решил отправить поддержку нашей солнечной системе с помощью Зулу. Зулусское руководство, состоящее из более чем 100 пожилых женщин, впервые встретилось с представителями GGLN на планете Зулу. Планета Зулу – это местная конфедерация планет. Командир галактической флотилии сказал, что блуждающая звезда станет флагманом управляемого людьми флота, который будет работать с Альянсом ССП и элементами земного Альянса, оставшимися после его почти краха в 2020 году. Вместе они будут координировать и защищать вход в нашу солнечную систему благодаря оперативным действиям безопасности. Информация, которой мы поделились, была ограничена, поскольку все еще существует сопротивление на этой планете. Нам нужно пробудить население Земли, чтобы наши голоса были услышаны. Это даст земному Альянсу рычаги, необходимые им для победы над группой Орион. Когда все земляне поднимутся одновременно и откажутся кормить группу Орионов своей болью и страданиями, их влияние умрет в течение нескольких дней, и они начнут уходить с Земли. На сегодняшнем этом этапе истории, человечество освободится после того, как усвоит кармические уроки своего порабощения и решит никогда не повторять этих ошибок. В нашем следующем брифинге мы опишем пробуждение старых богов из стазистных камер в Антарктиде. Будьте терпеливы, будьте сильными, мы вместе и это очень хорошо.